Добрый день, дорогая церковь! Пожалуйста, присаживайтесь. Меня зовут Маргарита, это мой муж Ярослав. Сегодня мы вышли на сцену, чтобы зажечь вторую свечу Адвента. Она называется Вифлеемская свеча. Вифлеемская свеча представляет собой пришествие на землю Иисуса. Это светлый символ приготовления к встрече младенца Христа. Время очищения и подготовки сердец. Время покаяния и прощения. Что случилось с миром, когда родился Христос? С точки зрения обычного обывателя, не произошло абсолютно ничего необычного. Но находясь в 2020 году, мы можем совершенно уверенно сказать, что после рождения Иисуса изменилось абсолютно все. Изменилась история этого мира, изменилось развитие культуры, науки, политики. Даже отчет времени начался сначала. Началась новая эра. Мы сейчас покажем вам небольшой ролик. Вполне возможно, вы его уже видели. Он не новый и вообще создавался в рекламных целях. Но в нем есть одна очень хорошая мысль. Женкинс. Женкинс. О'клик. Найд! О'клик. 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 Меня зовут Джим. Меня зовут ОТО. Поздравляю тебя, ОТО. Я рад тебя. Лоуз, она называется. Хам... Хам... ОТО! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В ролике это реальный исторический факт, который называется Рождественским перемирием. Эти события происходили на разных участках фронта во время Первой мировой войны, в Сочельник и на Рождество. Солдаты выходили на нейтральные полосы, делились со своими противниками подарками, провизиями, обменивались хорошими словами, пели рождественские гимны. Представьте себе, насколько велика сила рождения Христа, что спустя столько лет люди останавливали войну, чтобы встретить приход Мессии. К сожалению, когда Рождество закончилось, эта страшная война продолжилась. Так и в нашей жизни очень часто, когда заканчивается 25 декабря, мы возвращаемся к привычной суете, окунаемся в обычную окружающую нас жизнь. Давайте сегодня, когда не только мы с Маргаритой, а со всеми вами будем зажигать эту свечу вифлеемскую, мы откроем наши сердца и будем находиться не только в радостной подготовке к этому празднику, не только в этом ожидании, но и в готовности следовать за Богом, чтобы Рождество происходило не только 25 декабря, но рождение Иисуса обновлялось в нашей жизни каждый день. И давайте помолимся вместе с вами. Дорогой Господь, спасибо тебе за это собрание, спасибо тебе за этот чудесный год, спасибо тебе за твое великое рождение, Отче, спасибо, что ты пришел в этот мир и спас нас, спасибо, что ты не отворачиваешься от нас, оберегаешь нас, сохраняешь нас и ведешь нас. Благодарим тебя за твое чудесное рождение, за этот светлый праздник, который изменил судьбу всего мира. Благодарим тебя, Господь, пусть твое Рождество и твой свет, который светит через нас в этот мир нашим близким, тех, кого мы не знаем, пускай он струится и благословляет людей. Мы молимся за тех, кто еще не принял тебя, Отец, чтобы это Рождество было возможностью, возможностью этим людям открыть свои сердца, где бы ты обитал, где бы ты правил и нес свой свет. За все тебя благодарим, великий и святой Бог. Аминь.